Подробности недели смотрите прямо сейчас. Российская база у наших границ. Зачем она? Нужна Кремлю. Корреспонденты Интера пробрались к скандальному объекту. Лесопосадка станет для нас маскировкой, вдоль неё мы выйдем прямо к месту строительства. Новая угроза или попытка запугать. Мы получили ответы. Новый чёрный список. Кремль обвиняет украинских политиков. А что они сами об этом думают? Те люди, которые не погоджаются с их думкой, они против них порушивают правильную правду. И как российские силовики выбивали эти показания? Беженцы. Их уже сотни тысяч. Закроют ли из-за них двери в ЕС для Украины? Я хочу заверить украинцам, что нет никакой взаимосвязи. И что думают о нашествии беженцев те, кто столкнулся с ними лицом к лицу? Чи взагалі не варто нас пограбувати, а мене взагалі варто було загвалтувати, тому що я одягнена не як порядна жінка. Молдавский Майдан. Мы живем по-мужчинам в несчете, в голоді! Их могут разогнать силой. Они обещают протесты, которых страна ещё не знала. Что происходит в Кишинёве? Увидим всё в прямом эфире. Главное событие в прямом эфире, откровенно, не пропустите. Прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и, как обычно, жизнь вносит в наш эфир свои коррективы. Так что будем не только и не столько рассказывать о главных событиях, прошедших 7 дней, сколько разбираться вот с тем, что происходит здесь и сейчас, просто на наших глазах в эти минуты. И очень важная тема. Кризис с беженцами в Европе. Он достиг уже в эти дни своего пика. На границах, ну вот посмотрите, огромные очереди из тех, кто стремится убежать от войны и осесть в Европе. Даже в Германии, стране, которая готова была принять наибольшее число переселенцев, сегодня заявили, что достигнут лимит. Уже заговорили об усилении контроля на немецких границах. Сложнейшая ситуация и в Болгарии. Это одна из транзитных стран, через которые беженцы с Ближнего Востока пытаются добраться до Западной Европы. Сегодня в Софии, в центре города, напали на мигрантов. Один погибший, двое раненых. И еще одно сообщение. 30 беженцев погибли у берегов Греции, пытаясь добраться до земли обетованной, которой для них теперь и стала территория Евросоюза. Весь эфир мы сегодня будем следить за происходящим. И вот наш корреспондент Светлана Чернецкая. Она прямо сейчас в Будапеште. Там власти особенно жестко настроены по отношению к мигрантам. Светлана, у нас будет возможность с тобой поговорить. Мы услышим тебя, увидим твой репортаж. У меня очень короткий вопрос. Правительство Венгрии заявило о том, что оно намерено, буквально начиная с начала следующей недели, стрелять по мигрантам, если они захотят пересечь границу ЕС. Вот насколько это правда? Подтверждается ли это? И что теперь? Бунтов, крови, расстрелов ждать? Дима, скажу так, что здесь действительно очень сильно ощущается предчувствие того, что в ближайшие несколько дней может случиться что-то непоправимое. Уже со вторника Венгрия обещает не церемониться с мигрантами. Людей будут запускать только в определенных пунктах пропуска. А тех, кто попытается нелегально пересечь границу, будут отладливать и либо отправлять в тюрьму, либо отправлять домой. Конечно же, все это еще подогревает слухи о том, что армии могут разрешить пользоваться оружием, стрелять в беженцев. Пока что это всего лишь слухи, но военных действительно уже свозят к границам и они патрулируют их с автоматами. Но беженцев действительно с каждым днем, даже с каждым часом становится все больше. Ситуация катастрофическая. И как она будет разрешаться, будет следить. Ну, будем и мы следить. В этом эфире, вместе со зрителями, в прямом эфире огромная просьба. Если вот что-то в момент эфира будет происходить в Венгрии, пожалуйста, свяжись с нашими редакторами, мы выйдем в эфир мгновенно. Напомню, что Светлана Чернецкая у нас сейчас в Будапеште, будем говорить о беженцах. Еще один вопрос очень важный. Зададим европейскому комиссару, господину Хану, а вот не станет ли этот европейский кризис проблемой для Украины? Не случится ли так, что для нас с вами закроют двери в Евросоюз из-за этой проблемы? Ну, а пока, пока давайте вернемся к одной из самых обсуждаемых новостей недели. Ну, только представьте, возле украинской границы Россия начала строить военную базу. Сообщения поступают одно страшнее другого. Ну, мол, разместят 3500 солдат. Пишут о том, что будут 9 казарм, ангары, склады. А еще вот сегодня написали, посчитали, что потратят 3 миллиарда рублей. И это при существующих проблемах в российской экономике. Ну, что самое удивительное, подряд получил ресторатор, в заявлении которого, по слухам, захаживает Владимир Путин. Как только появилась первая информация о строительстве, мы командировали в Белгородскую область России. Нашего корреспондента Андрея Лаща, он сегодня побывал на месте работ и вот буквально только что вернулся на украинскую территорию, откуда можно было выйти в эфир и с нами связаться. Андрей, вечер добрый. Скажи, пожалуйста, что ты увидел своими глазами, что удалось узнать? Дима, приветствую. Сразу скажу, снимали мы все на мобильный телефон. Объект режимный, военный, практически на границе. Если бы нас взяли, то, конечно, бы впаяли шпионаж или терроризм. Благодаря маскировке и легенде, что я турист, приехавший на праздник дня города Валуйки, а я специально подгадал свою поездку под праздник, мне все же удалось снять место строительства военной базы. Она около железной дороги, чтобы удобнее было перебрасывать бронетехнику и личный состав. Строительство удалось увидеть благодаря тому, что территорию еще не успели оградить забором, но охрана объекта уже очень и очень серьезная. Я много общался с местными жителями, они уверяют, темпы строительства рекордные. Кстати, землю, на которой военная база строится, забрали у фермеров, так рассказали местные. И, судя по всему, поступили несправедливо. Обо всем этом в репортаже. Вот оно, то самое село Салоти, где, согласно тендеру Министерства обороны России, будут строить военную базу. Попробуем проверить, что же на самом деле там будет стоять. А для того, чтобы у людей не возникало вопросов, прикинусь дачникам, которые идут через поле домой. В руках ведро яблок, за плечами рюкзак. Маскировка неспроста. Секретная стройплощадка Минобороны. Я гражданин Украины. Опасное сочетание в свете последних событий. Шпион и журналист для военных. Почти синонимы. Пройдя наполовину пути от села Салоти до железной дороги, и пока ничего подозрительного, а тем более секретного, нет. Есть следы от колес грузовиков, но не строителей, а колхозников. Накануне здесь убрали пшеницу. Кажется, что-то нашли, и, по-моему, то, что искали. Попробуем подойти поближе и узнаем, та ли это военная база. По чистому полю идти не рискнули. Охрана есть точно. Делаем круг и заходим с другой стороны. Готовый строительный материал. Дорога для тяжелой техники строительства. А в будущем, наверное, военной. Прямо посреди тыкв и кабачков военная дорога разрезала надвое некоторые огороды сельчан. Лесопосадка станет для нас маскировкой. Вдоль нее мы выйдем прямо к месту строительства. Выходим прямо на стройплощадку. Вот тот самый желтый бульдозер. За фото которого журналист Рейтерс едва не схлопотал статью «Шпионаж». Охрана не успевает среагировать. Мы проходим мимо, но продолжаем скрытно снимать. Вот он, вот он забор, то есть самый секретный база, которую строят, согласно министерство обороны России. Там, где некогда рос подсолнух, будет плац для тысяч кирзовых сапог. Землю уже размежевали. Площадь внушительная, сотни гектаров. Здрасте. Скажите, а что там строят, не пускают? Забор какой-то стоит? Воинская часть строится. Так две недели назад еще ничего не было. Уже есть. Согласно тендеру Минобороны России, здесь, на площади 300 гектаров, вырастет военный городок. С казармами, учебным центром, домами офицеров и узлом связи. Все это развернется у самой границы с Украиной, по прямой 25 километров. До Харькова чуть более 100. Так это мы скоро уже не пройдем по этому цену, да? Конечно. 40 гектар земли забрали у предпринимателей. Там будет полностью военный городок. На 6 тысяч человек. И что у вас тут будет теперь? Куртюша. А что там строить? По истории, я даже не знаю, дорога. Это если что, потом отправлять по железной дороге, да? Ну, конечно. Танки и... Не знаю, дорога рядом была. Танковая дивизия с постоянной пропиской у границ с Украиной. Что это? Очередной жест добрососедских намерений или элемент давления. Остается набраться терпения. До окончания строительства осталось менее 4 лет. И деньги, а это 3 миллиарда рублей, уже есть. Похоже, что в России готовы экономить на всем, но не на оружии. Ну, вот такая ситуация. Вот картинка, которую наши корреспонденты эксклюзивно увидели своими глазами. Во многом приходилось снимать на мобильный телефон, для того, чтобы вы сегодня смогли этот репортаж увидеть. Что же происходит на самом деле? Что это за база? Зачем она? Давайте разберемся прямо сейчас. Андрей Порубій подъехал к нам в студию. Человек очень знающий, очень информированный. Вечер добрый, пане Андрію. Добрый вечер. Перший заступник главы Верховной Ради Украины на этот момент. Пане Андрію, вы мне скажите, главное, в чем я бы хотел разобраться, чтобы глядачы зрозумели. Дехто каже, что Россия, будучи эту базу, действительно готовится к замороженому конфликту. Ну, смотрите, там 3-4 года они будут. Тобто, они предбачивают, что, на жаль, конфликт на Донбассе, он триватим и триватим. З другого боку, есть иншая версия, абсолютно иншая, что, начебто, они просто м'язами играют. Кажут, что мы строим базу, всех поставили на вухо, вибачте на слове, ну, больше Европы, чем нас, а потом будут торговать, а скасовывать строительство этой, начебто, виртуальной базы, для того, чтобы соби что-то выторговать, ну, как вариант, где-то в Нью-Йорке, когда будут встречаться два лидера, мают встречаться два лидера, российские и украинские. Ваша версия, вы имеете все данные, как один из керевников государства. Это фейк? Это игра м'язами? Или это реальная история? Эта база появляется за годы? Можу сказать, что, действительно, Путин будет торговать. И торговать будет 28-29 вересня в Нью-Йорке, но торговать он будет не теми базами. Я думаю, что он будет торговать ситуацией в Сирии, идущи на поступки там, для того, чтобы мир закрыл очи на подии в Донецку, Луганске, в Криму, для того, чтобы было спущение певных санкций. И поэтому, на моё глубокое переконание, на ближний месяц, до 28-29 вересня, мы будем следствами певного такого затища на нашему Схидному фронте. Но, тем не менее, строительство этих баз является доказательным свидетельством того, что в Путине планы о Украине являются агрессивными. И что до этой базы... Извините, вы говорите, что строительство этих баз, то есть она не одна? Конечно, это не одна база, она просто не больше, как нашумевшая. А я хочу сказать, что кроме Валуйок, еще совсем далеко, строительство, а фактически восстановляется, база в Бочугаре. Это Белгородская область, которая тоже находится в непосредственной близости до кордона в Украине. Но эта первая база, это где-то 25 километров. 25 километров. Бочугар, Богучар, это 25 километров. И туда, это была старая радянская база. Там, на отличие от этой базы, почему много дискуссий? Потому что собираются фермеры, либо господарства. А там она строится на давней радянской базе. И переводится с Нижнего Новгорода целая армия, армейский подраздел переводится. Водновляется деятельность 10-го гвардейской танковой бригады. И мы можем с уверенностью сказать, что это не просто российское перемещение сил. Это, фактически, в Европе смещается совместение сил. И Российская Федерация, Путин, свои неибольшие боеводные частини, переводит на кордон с Украиной. Большего, представьтесь, мало кто знает, на кинуть вересня, початку жовтня, плануются в Российской Федерации військовые навчания в Центральном окружении. Близько 100 тысяч, которые должны взять участие військовые. И это неибольшие військовые навчания, честных Российской Федерации, которые проводятся на территории России. Чекайте, мы должны просто зафиксировать. Я хотел бы зафиксировать, чтобы наши зрители услышали. Огромные военные учения, або там мало говорят, я вам дякую, что вы про это сказали. Перемещение військов. А навещо? С методом нападу, с методом залякать Украину, с методом зафиксировать, то есть психологический тиск на нас деснение. Однозначно, війська могут использоваться в разный способ. Я напоминаю, в начале АТО их війська стояли по всему кордону. И мы предупреждали, что возможна атака из всех направлений, а возможна атака лишь в одном направлении. Это явность військовых баз, явность великих подразделений, которые базованы на соответственных базах. Это весь час они могут использоваться как элемент заякования, как элемент психологического тиска. Но так же они могут использоваться как грунт для полномасштабного наступа. И поэтому для Украины, для нашей страны, это является вызвать, что агрессивные намеры Путяна, агрессивные намеры Российской Федерации в том складе, в котором они есть сегодня с этим руководством, что до Украины, будут агрессивными и неприятными. Ну, вы знаете, цены только для Украины выклак, это и для света выклак. Добрый, я вас прорву, извините, у нас будет, что мы с вами поговорим, у нас является просто звездок с Москвою. Ну, поскольку мы только что начали с нашим гостем говорить о версиях, есть еще возможность услышать версии из Москвы. Павел Фельгенгауэр к нам присоединяется, независимый военный эксперт, один из немногих, кто позволяет себе вот в условиях современной России говорить правду, говорить все без атаки, ну и более того, знает о настроениях в российской военной верхушке. Павел, вечер добрый, очень кратко, времени мало. Скажите, как вы прокомментируете вот эту информацию о том, что Россия строит большую военную базу недалеко от границы с Украиной? Значит ли это, что Россия готовится к возможным боевым действиям? В принципе, да. В общем, подготовка к войне идет, там большие очень силы собраны на границе и поддерживают эту группировку уже почти два года. Да. И надо, наверное, как-то обустраиваться. Так что это вполне логично. Вообще-то там только в Донбассе стоит танковая армия целая. Вот сформированная такая прокси-армия, там российские, там местные какие-то. Из двух корпусов такая классическая танковая армия, тысяч 40 с лишним, с 600 танков. И, конечно, это всерьез и надолго, поскольку кризис украинский никак не разрешен. Да и понятно, что какое у него будет решение и насколько оно будет стабильно, непонятно. И предположение о том, что вот сейчас Россия вся увлеклась Сирией и больше не будет вообще Украиной заниматься, и там все тихо себе замерзнет, навсегда, как в каком-нибудь Приднестровье. Это ошибочное предположение для России и Украины. Она важнее там во много раз, чем какая-либо Сирия. У меня короткий вопрос. Если говорить о нынешнем затишье на фронте, вот по-вашему, по той информации, которую вы получаете от коллег в верхушке московской, российской, все идет к тому, что это завершение войны или это просто временное перемирие? Как бы вы сказали? Ну, больших, таких широкомасштабных, мобильных, наступательных операций ждать раньше января не стоит. Январь – это самый ранний срок. Хотя, конечно, вот сейчас там даже и перестрелок таких серьезных нету. Но это как примерно год назад, в сентябре, тоже, в общем, было довольно тихо. Вот после страшных боев августа, в сентябре все затихло. Где-то там в октябре, особенно в ноябре, стали нарастать перестрелки. А в январе начались уже наступательные боевые действия. Сначала Донецкий аэропорт, потом Дебальцево. Нельзя исключить, что вот нынешнее полное такое очень серьезное затишье. Может смениться перестрелками. Но самая ранняя возможность наступления января, то неясно, будет принято решение или нет. А потом уже только летом, в следующем. Но в целом никакого политического решения конфликта пока не видно. А пока его нет, всякое перемирие – это вещь, конечно, временная. Спасибо большое, что к нам присоединились. Но очень, конечно, хотел бы, чтобы вы ошибались по поводу наступления в декабре. И Андрей Порубий с нами в студии, первый замглавы Верховной Рады. Мы с вами еще вместе со зрителями обсудим очень важную тему, о которой на этой неделе и говорили, и спорили. Ну, я зрителям напомню, что из Москвы на этой неделе были новости не только от Минобороны, но и от Следственного комитета России. Новости настолько же удивительные, как и абсурдные. Похоже, там решили создать нечто вроде списка Путина. Ну, смотрите, высокопоставленных украинцев обвиняют в самых страшных преступлениях, вплоть до геноцида. Ну, вот, глядите, в списке и министр обороны Степан Полторак, и начальник генштаба Виктор Муженко, и командующий сухопутными войсками Анатолий Пушняков, и командующий нацгвардии Николай Балан. Как это прокомментируют сами военные, узнаем уже буквально через несколько минут. Ну, а пока что давайте попытаемся разобраться, зачем России этот поток обвинений. За всей этой шумихой практически не говорят об одном простом факте. Показания против украинцев, высокопоставленных украинцев, выбивали. Из тех наших соотечественников, кто сейчас в российских тюрьмах. Ну, вот только два имени. Николай Карпюк, Станислав Клих. Почти год о них вообще ничего не было известно. Я думаю, многие из вас эти две фамилии и не слышали. Вот до того, как я вам сейчас рассказал. К ним не пускали ни консула, ни родных, никого. Оказалось, что именно на словах этих украинцев в России и строят все обвинения. Что это за люди, где они сейчас узнавал наш военкор Роман Бучкала. В российских застенках украинцы Николай Карпюк и Станислав Клих уже больше года. Якобы именно они дали показания на премьер-министра, мол, в 94-м вместе с ним воевали в Чечне. Арсений Яценюк участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозном. И в феврале 1995 года в районе городской больницы номер 9 города Грозного. А также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе города Грозного 7 января 1995 года. Ахмед Закаев, с которым мы встретились в Лондоне, участвовал в Первой Чеченской войне. Украинских добровольцев помнит поименно и в лицо, но уверяет, нынешнего главы украинского правительства среди них не было. Яценюка в эти годы в Чечне не было. Это я абсолютно уверенно могу вам сказать, потому что с первых дней этих событий я, в принципе, был участником. И практически всех, кто из Украины в качестве добровольцев прибыли в республику, я знал. На передовой мы встретились с соратниками знаменитого Исы Мунаева, который героически погиб в бою под Дебальцевым, защищая украинскую землю. Командир часто вспоминал украинских бойцов, с которыми прошел обе чеченские кампании. К сожалению, российские пропагандисты, они настолько уже выпали из реальности, то есть они там зазеркали у себя, обитают. Но с какой-то целью они, конечно, это сделали, не думая, что они сами в это верят. Один из задержанных украинцев, вроде бы давший такие странные показания, Николай Карпюк был близким другом Александра Музычко, который действительно воевал в Чечне и никогда этого не скрывал. Более того, Карпюк не воевал в Чечне, уверяет отец покойного Александра Музычко. Информацию о чеченском прошлом своего мужа опровергает и жена Николая Карпюка. Второму обвиняемому российским следствием Станиславу Клиху в 94-м исполнилось только 20. Родные Стаса не скрывают, в студенческие годы парень увлекался идеями у Наунцо, но в Чечне тоже никогда не был. Вы знаете, я чуть инфаркт не получила, меня скоро забрала с работы. Обвиняюте, что он воевал в Чечне, что он убил 30 российских солдат и столько-то много ранен, жахливое извинувачение. 7 августа прошлого года Стас отправился в гости к своей девушке в город Орел. Ехал на пару дней, но поездка в Россию затянулась на неопределенный срок. Зайшли в готель и говорят, что вы из правого сектора предъявите документы. Он говорит, что нет. Я вам документы предъявлю, но он действительно никакого отношения к правого сектора нет. Ну, никакого абсолютно. Они его взяли и дали ему, что он за сопротивление полиции дали ему 15 дней. Но это было только так, привод. Обвинения подтверждаются только свидетельскими показаниями самого Станислава. Адвокат Марина Дубровина заявляет, ее подзащитного жестоко пытали и допускает, что он мог оговорить себя под давлением. Он подвешивает на наручную верху, и он не достает без земли. То есть это означает, что он скручивает руки, а это очень больно. 16 марта прошлого года Николай сказал жене, что едет в командировку. Звязок потерялся, да. Это первое. Это у нас такого никогда не было, чтобы мы там день не общались. Первый день, второй я не могла додзвониться. Звычайно, уже начала переживать, когда уже третий день не было связи. А в пятницу зателефоновал следователь. Ночью мне подзвонил. Из России, если чьи. Да, и поведомил, что ваш муж задержан, находится у нас в Есентуках. Как и Карпюк, Клих в итоге тоже оказался в СИЗО города Есентуки. До этого мужчины не были знакомы. А теперь, по версии Следственного комитета России, они соучастники особо тяжкого преступления. 15 сентября по делу украинцев состоится предварительное судебное слушание Верховного суда Чечни. Что вам дает веру? Господь Бог, хожу в церковь, в монастырь. Вот какая-то такая вера. Похоже, в Грозном будет разыгран показательный суд над украинскими националистами. Все выглядит так, что Карпику и Клиху придется ответить за все у Наунцо. Роман Бачкала, Светлана Чернецкая и Ирина Дьяченко. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну, я хочу сказать, что фонд Ходорковского провел собственное расследование. Так вот, выяснили там, что все те обвинения, которые появились против украинских официальных лиц, они как раз и базируются на выбитых показаниях этих двух ребят, родственников, которых вы видели в сюжете и историю которых вы только что узнали от Романа Бачкалы. Пан Андрею, я хочу спросить, ну, смотрите, суд начинается уже 15 вересня, то есть после завтра. Понимаете, что если хлопцев засудят, если их пошли в Чечню, то перебивание в чеченской въезнице, там, який бы термин не был, ну, это смерть. Потому что их звинувачивать в убийствах чеченцев, ну, им не выжить. Что можно для них сделать? Знаете, могу сказать, что Маколу Карпука я знал очень давно. Вы знали особисто его? Особисто, очень давно и хорошо знал, и мы видели с ним буквально за три дня до его выкрадения. На Майдане мы спольно сидели и проговорили вопрос о деятельности РНБО. Я уже был секретарем РНБО на тот момент. Я могу с полной уверенностью сказать, никогда при здоровом глуздии Макола Карпук не мог бы сказать тех дурниц, которые сегодня озвучивают, как будто свидетельство этих ребят. Я могу ствердно говорить, что если так можно допустить, то действительно, как вы говорите, под тортурами, под страхом смерти. И на самом деле эти ребяты на сегодня имеют для нас, как и Сенцов, как и пуля, потому что я с Майданом помню, как пуля, мы должны их внести в список тех, кого мы должны вернуть в Украину, как военно-полоненных. Наголошу еще раз, как военно-полоненных, которых захопили в полон Российская Федерация. Что до тих звоночек, которые идут, можно было бы сказать, что это Следующий комитет России, это филея божевельного домика, в центре которого в Москве. Если бы не было так все сумно, я уверен, что этими звоночками делается попытка залякать и дискредитировать украинское керівництво. Я вспомню, как в первые дни АТО, когда я подписал решение, а Турчинов дав уже указ президента про початок АТО, как до меня, до него, до всех военно-полненных керівников прицельно звонили российские кермани, че разного уровня, и погрожили, и прицельно пытались вывести, дестабилизировать, скажем, психологично, потому что они на каждом... Че так особо звонили из Москвы? Звичайно. И представители Генштаба, и керевники администрации Путина погрожили, что на ваших руках будет смерть, вас будут судить в Ростовском суде. Это было очень часто. И, власне, способ персонального особистого тиска остается обычным методом Росии и Путина с давних времен. Как и замахи, я нагадаю, півроку тому, в центре Киева, под ногу кинули гранату, и было челковито доведено, что это из России по завданию российских спецслужб намагание персонально вплинути на керевников государства, которыми они не были смешными и безглуздыми, ну, как по Яценюку, это стало для всех сегодня такой, скажем, темой для насмехания, но это желание вывести из ревноваги, желание залякать и впливать на украинское керевничество. Ну, я вам скажу, там не только премьер, которого вы сказали, там и высшее військовое керевничество. Ну, и вот мы, давайте прямо сейчас узнаем, что фигуранты этого нового черного списка думают о происходящем. Один из тех, кто в нем оказался, ну, я говорил уже об этом, напомню, министр обороны страны Степан Полторак. Так вот, он дал сегодня комментарий для подробностей недели. Порушение керевничества против министра обороны Украины, против меня особисто, я оцениваю, как то, что я особисто, Збройные Сили и высшее керевничество нашей страны находятся в правом шаху. Это история, которая, на жаль, происходит с россиянами, с керевничеством России постоянно. Те люди, которые не погоджаются с их думкой, они против них порушивают керевничества. Это связано с внутренняей пропагандой, это связано с попыткой залякать, в том числе, и меня особисто, для того, чтобы я как-то сумнівался в тех решениях, которые я принимаю. Но это на меня никак не впливает, потому что я принимаю только законные решения и законные наказы отдаю. Эти наказы связаны с защитом Украины и украинцев. Ну, вот такой комментарий. Я напомню еще раз, Андрей Перубьев на студии, буквально несколько минут остается. Пане Андрее, ну, последнее запитание. А, добре, в этих условиях, в условиях тиска, в условиях тиска військового, когда, ну, мы с вами говорили, база строится в условиях тиска психологического, когда, ну, просто справа кліпает, извините на слове, как в Украине будет, как действовать? Ну, первое, это нужно сборвать, что агрессия о Украине остается и будет ключевым задачем Путяна, потому что его империя неможлива без Украины. И поэтому до этого нужно готовиться. И нужно твердо понимать, что защитой страны является главным задачем для нас, для нашего поколения. Это, с одной стороны, изместной армии, и я уверен, это шлях в НАТО, строительство успешной страны, и эта успешная страна, как и шлях в НАТО, может быть построена лишь одним шляхом – тотальной борьбой с коррупцией в середине нашей страны. Мы должны стеснуть в кулак борьбу и начать хрестовый поход против коррупции, потому что только оздоровавши и оновивши украинскую страну, мы сможем сделать и боязычную армию, и сильное здоровое мобилозованное общество, которое может остановить агрессора, и которое может не дать планам Путяна о Украине здействовать. – Дякую за размову. Андрей Порубий был в нашей студии. – Дякую вам. – Спасибо большое, что пришли и что поговорили откровенно, как всегда. И хочу сказать, что вот эта вот борьба за Украину, она будет не только на фронте военном, но и на фронте дипломатическом. на этой неделе очередную встречу провели представители, ну вот буквально вчера, министры иностранных дел, представители Нормандской четверки и в Берлине моя коллега Татьяна Лугунова, она наблюдала за переговорами. Дайте связь, пожалуйста. Татьяна, есть ли уже результат? Или как часто шутят о таких встречах, что стороны договорились лишь о том, чтобы продолжить переговоры? – Да, Дмитрий, министры иностранных дел Нормандской четверки провели переговоры в Берлине, и это была уже их седьмая встреча за время существования такого формата. Но все-таки субботние переговоры отличались от всех прежних. Дипломаты встречались в выходные вечером, и встреча была назначена очень спешно. О ней стало известно за несколько дней, а детали, такие, например, как место и время, утрясались буквально в последнюю минуту. Заседали министры до позднего вечера, больше трех часов. Итоги сложно назвать сенсационными. Как всегда, по завершению прозвучали дипломатичные формулировки. Переговоры были сложными, но конструктивными. Мол, обсудили, как стабилизировать огня и договорились как можно быстрее заключить и реализовать соглашение об отводе легких вооружений и танков. Но особого прогресса никто и не ждал. Главной целью этой встречи, считают эксперты, была подготовка к саммиту лидеров Нормандского квартета. Ангела Меркель, Петр Порошенко, Франсуа Алланд и Владимир Путин скорее всего встретятся 2 октября в Париже. Именно от этого саммита ждут результатов, и именно его готовили дипломаты. Известно также, что Украина подняла в Берлине вопрос возвращения заложников. Об этом журналистам рассказал главный дипломат Украины Павел Климкин. Речь идет как о военнопленных, так и о политических заложниках. Надежде Савченко, Олега Сенцова, Александре Кольченко. Ранее, еще до поездки в Берлин, Климкин не исключил, что их могут обменять на пленных российских ГРУшников, но только после решения суда. Дмитрий. Спасибо большое. Татьяна Лугунова была с нами на прямой связи из Берлина. Говорили мы об усилиях дипломатов. Будем об этом еще говорить сегодня, ну и услышим, хочу поранонсировать мнение европейского комиссара господина Хана о том, что все-таки не закроются перед нами, не закроются ли перед нами двери в Европу. Будем об этом всем говорить, разберемся и с беженцами, ну а сейчас давайте все-таки сменим тему и разберемся с еще одной очень громкой историей. Покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. Мол, готовил убийство командир одного из боевых батальонов, он арестован, но жертв должно было быть больше, в том числе и другие, известные имена назывались. Насколько все серьезно, давайте прямо сейчас вот в эфире, здесь в студии разберемся. Буквально через минуту ждем здесь гостей, ждем на прямой связи одного из тех, на кого готовили покушение, ну а пока напомню вам об этих событиях. Батальон Слобожанщина с момента основания преследовали скандалы. Летом прошлого года милицейское подразделение из Харькова отправили в зону АТО. Уже к осени на командира батальона Андрея Янголенко написали жалобу его же бойцы. Мол, занимался мародерством и жестоко вел себя с задержанными. Но делу тогда ход не дали и он вернулся на должность. Март этого года и фамилия Камбата опять в заголовках новостей. Мол, совершено покушение. В его машину подложили взрывчатку. Янголенко ранен, но выжил. С женой сели в машину, проехали буквально там сколько, метров 300. от посадок 24-х этажки. Прогремел взрыв. Я сразу, типа, отгады, думаю, взорвали. Но уже через полгода Янголенко фигурирует уже не как пострадавший. Комбат задержан СБУ. Подозревают в том, что готовил убийство министра внутренних дел Арсена Авакова, командира полка АЗОВ Андрея Белецкого, командира другого милицейского подразделения Схидный корпус и еще нескольких людей. Вот аудиозапись, где якобы именно Янголенко заказывает покушение на командира Схидного корпуса Олега Ширяева, в подразделение которого недавно как раз перешла часть бойцов Слобожанщины. Конкретно за этого лоха адрес туда-сюда не появляется. Ну, может вообще еб***ь просто тупать. Где просто куча камер. Просто посмотреть это место. Но все равно там куча камер. Там отходы, подходы. Проще вот и фронтов в селе у***ть. И нету ни камер, ничего нет. В Министерстве внутренних дел расформировать Слобожанщину пока не собираются. Мол, это проблема не батальона, а отдельного человека. Сам Арсен Аваков говорит, что это шестое или седьмое покушение на него за время работы в должности. И объясняет происходящее последствиями Донецкого синдрома. Мол, после боев и тяжелого ранения комбат не смог психологически приспособиться к жизни в условиях перемирия. Цитирую, просто сорвало крышу. Так бывает на войне, знаете. Это тот сюрприз, который нам преподносит война нехорошая. И он там имел некоторые намерения, в том числе атаковать другого командира, другого батальона, Андрея Белецкого, в том числе меня, депутата Кожемяков, Севода и так дальше. Есть такая проблема. Это проблема там не конкретного батальона или недобровольческого движения. Это проблема человека, пришедшего с войны. Громкая история, давайте в ней прямо сейчас будем разбираться. К нам гость подъехал. Вечер добрый, проходите, пожалуйста, в студию. Юрий Тандит, один из главных украинских ньюзмейкеров на этой неделе. Вечер добрый. Ну, а главный ньюзмейкер, я вас так назвал, потому что именно со ссылкой на вас информагентство и передавали новости о задержании тех, кто готовил убийство министра внутренних дел, комбатов, волонтеров. Скажите, а вот сколько человек были задержаны и насколько серьезными были эти планы? Они просто планировали это убийство или действительно уже были готовы к тому, чтобы нажать курок? Задержан один человек. Как раз в эти минуты проходит в Краматорский суд. И я думаю, что уже судья определился и выбрана мера пресечения. Я думаю, что ближайшая какое-то время вы об этом тоже узнаете. Действительно, в помещении, в котором и нашли этот склад на девятом этаже одного из общежитий Харькова, одного из предприятий, где фактически была приватизирована половина этажа, именно этот человек, который и подозревают в попытке организации убийства, вместе со своим братом организовал склад оружия, незаконно хранил там. Но самое интересное другое. Мы бы не говорили об этом громком деле, потому что фактически нужно было так все подготовить, чтобы никого не обвинять просто так. Очень много людей, которые возвращаются с зоны АТО, действительно, они в особом психофизиологическом состоянии, но здесь конкретный факт, несколько месяцев я хочу поблагодарить в том числе волонтеров готовилась эта операция. Вы к тому, что доказательства неопровержимые на данный момент? Более того, скажу так, что следы ведут в соседнюю российскую Белгородскую область, и в ближайшее время вы узнаете еще много интересных подробностей этого дела. Вы имеете в виду, что заказчик там был, или каким-то образом соучастники были там? Мы предполагаем, что переговоры велись в том числе и от людей, которые живут на территории Российской Федерации, то есть организовывали покушение на убийство в том числе и там. Понятно. Давайте попросим, я наших режиссеров попрошу еще двух участников разговора вот к нам сейчас присоединить. У нас на прямой связи должны появиться Олег Ширяев, командир подразделения Схидный корпус МВД Украины в Харьковской области. Один из тех, на кого и готовилось покушение. Да, мы вас видим. Спасибо большое, что присоединились. Также у нас Сергей Мельничук есть на связи, народный депутат, бывший командир батальона Айдар. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел бы Олега спросить. Олег, а как вам стало известно о том, что именно на вас готовилось покушение? И, ну, простой вопрос, а почему на вас, почему вот вы в этом списке наряду с Белецким, наряду с Саваковым? Ну, о том, что готовится покушение на меня, мне стало известно от следователей Службы безопасности Украины. Мотивы покушения мне на сегодняшний момент неизвестны, но опять же, это может что-то лишнее, личное. Я Янголенко говорил, когда его начали судить из-за того, что он разворовывает материальную помощь, волонтерскую помощь, я ему начал говорить, что доброволец не должен так поступать. Доброволец делает все для своей страны, а не ворует, как крыса. Возможно, из-за этого он на меня обиделся, и ребята видели это все, поэтому переходили в мое подразделение, мы ездили, воевали, а он сидел тут, как крыса, и все. Олег, вы мне скажите, это все-таки, вот в случае с вами, в случае с остальными, это личная месть, это какое-то недовольство деятельностью того же министра, или вот конфликт между вами в батальонах, или за этим еще большее что-то стоит? Политика? Политика? Возможно, я не знаю. Тяжело говорить что-то об этом. Опять же, вот мой психолог из подразделения говорит, что Янголенко психологически больной человек. Я это тоже вижу и понимаю, что его нужно лечить. Вот и все. Понятно, я хотел бы к вам вернуться. Юрий, а все-таки, если можно, немножко больше о мотивах, вот поскольку мы начали уже обсуждать с одним из тех, кто должен был стать жертвой этого преступления, все-таки мотивы. Это больше заговор, это больше попытка вызвать какую-то политическую дестабилизацию, или это обиженные чувства одного человека? И второе, что мне очень важно у вас спросить, ну а что, как дальше быть с добровольческими батальонами? Случится ли так, что один человек вот всех их и скомпрометирует? Знаете, нельзя переходить сейчас нам в эмоции. Мы говорим о четверых личностях, на которых готовились покушения, и мы знаем точно, что один из сценариев прописывался в Белгороде, и у нас уже есть предварительное доказательство. Взяты эти четыре человека, посмотрим, что дальше нам покажет следствие. В рамках уголовного производства мы не можем сейчас говорить всех подробностей. Мероприятия проводились несколько месяцев. Если говорить вообще о добровольческих батальонах, мы можем сказать, что, конечно же, есть ребята, которые по-настоящему защищают нашу Родину. Каждый раз, когда я захожу и забираю наших ребят, которых мы освобождаем, я вижу тех ребят, которые имеют отношение к добровольческим батальонам. Это настоящие герои, это настоящие патриоты. Поэтому один человек, если даже будет доказано, а я уверен, что будет доказано, что он готовился к этим убийствам, не дает нам основания думать о всех остальных. Много было случаев, когда, наоборот, представители добровольческих батальонов показывали, какие они патриоты, когда они защищали Родину. А у нас Сергей Мельничук есть на связи, человек, который ныне в парламенте, он депутат парламента, но перед этим он, вы помните, наверняка был кембатом Эйдара. Сергей, вечер добрый, слышите нас, да? Добрый вечер. А вы мне скажите, будь ласка, а за вашей оценкой, за вашим поглядом, а что за этим всем стоит? И почему в батальонах и люди, которые готовы перенести, скажем так, в войну и на мирную часть Украины? Я, по-перше, не судья. Да никто с нас не судить, нам просто важно разобраться. Что происходит? Все началось фактически из тех моментов, когда так называемая Революция Гидности началась. Сама революция еще не закончена, потому что Винцем цей революции мав був стати национальный истинно патріотичный легитимный уряд. А до влади пришла інша кучка олігархів, яка смінила ту, якою керував Янукович. Вот что сталося в стране. И когда Россия 1 березня фактически объявила 2014 объявила нам войну, когда Путин ввез. Мы просто про инше сейчас разговариваем. Нам не до політики, мне тут не до політики. Мне важно разобраться с этим конкретным инцидентом. Почему людина, которая была героем, и героем? При владе находятся люди, которые скомпрометовали, споплюжили за то, что мы боролися. Этим человеком, которого даже министр в этом интервью уже после того, как он знал о покушении, о покушении назвал героем. Что происходит с этими людьми? Я в эфирах никогда не перебиваю наших коллег. Для меня этот человек, который сидит в студии, не визуевый. Могу лишь говорить свой опыт. Вы понимаете, когда идет война, а сейчас действительно идет гибридная война, по которой учится весь мир, люди попадают в состояние тяжелой психологической травмы. И когда они выходят оттуда, многие из них совершают преступления здесь, как и в случае 31 августа, когда этот молодой человек кинул гранату. Я вот именно об этом хотел спросить. Вы же видите, что происходит. Кто-то кидает гранату, вернувшись с фронта, кто-то хочет войну, которую он видел своими глазами, будучи на стороне Украины, защищая нашу страну, перенести уже и на мирную часть. Он действует мысль так, как в той военной ситуации. Как с этим быть? Ну, быть. Надо понимать, что мы все живем в нашем государстве, нам нужно сделать все, чтобы его сохранить. Я всегда говорю по последним событиям, что есть право владения. Право владения стоит за нами и по Крыму, и по Донбассу. Действительно, люди оттуда выходят. И мы должны сделать все, чтобы сохранить их не только жизнь, но и их состояние. Пример, когда вышли только что Фураев и Комиссарчук, один парень был церкви, Комиссарчук, и он даже страдания воспринимал по-другому. Он вышел и буквально в несколько часов мы увидели счастливого парня. Все думали, что родители будут его успокаиваться, было наоборот. Человек, который действительно верует в Бога. Это очень важно нам, украинцам, христианам, православным сохранить эту веру и понять, что Украина это наш дом. Понятно. Спасибо большое за ту информацию, с которой вы к нам пришли. Ну вот, более-менее разобрались мы в этой истории. По крайней мере, была возможность выслушать разные стороны. Ну и я хочу опять прерваться. Дело в том, что, ну вы видите, жизнь вносит коллективы в наш эфир. Каждое воскресенье, встречаясь с вами, мы следим не только за тем, что было в последние семь дней, но и за тем, что происходит здесь и сейчас. Ну и вот в Молдове в эти минуты, просто в эти минуты происходит событие, которое все больше напоминает украинский Майдан. Вы видите, очень много людей на улицах, но вот информагентство сегодня передавали о том, что десятки тысяч человек. Пока все мирно, но и политических требований тоже хватает. На главной площади Кишинева по-прежнему установлены сотни палаток. Сегодня был большой митинг, на нем проголосовали за то, чтобы начать всеобщую забастовку и создать правительство национального доверия. Ну а повод для протестов, напомню, это миллиард евро. Вот только вдумайтесь в эту цифру. Миллиард евро, который был украден из банковской системы страны. Давайте посмотрим о том, что происходит сегодня в Кишиневе и как люди настроены. Хватит издеваться, мы недостойны! Мы живем бомжи! В нищете, в голоде! Хватит быть безразличным, написано на этом стенде. Здесь нарисован полный состав правительства и президент в трусах. Этим активисты хотят показать, что скоро политиков оставят без штанов ровно так же, как и они оставили свой народ. Столица Молдовы. Кишинев уже неделю бурлит протестами против власти. 90% молдаван живут бедно и очень бедно, а 10% это чиновники олигархи, властимущие, как раз и являются объектами протеста. Председатель правительства, президент, премьер-министр, они управляемые люди. Наша цель свергнуть это правительства, которые управляют олигархи. Совсем как на украинском Майдане. Даже меню волонтерское похоже. Люди приносят, это в супермаркете не продается. Это все домашнее заготовка, приготовленное для земли. Вот люди приносят сало, где можно купить такое. Общему делу пытается помочь каждый. Кто-то едой, ну а кто-то деньгами. Ночью земля и воздух остывают. Дожди, которые день льют, как из ведра. Под палатки подкладывают пенопласт для тепла. Я пришел к одному предпринимателю, вот он дал без денег. Вот тут 7 тысяч, где-то 800 чем-то лень. Без денег, без ничего. Главное требование протестующих вернуть в казну 1 миллиард долларов. Для сравнения это в 10 раз меньше, нежели увез из Украины Виктор Янукович. Пропавший миллиард это 1 десятая всей экономики Молдовы. Версия правительства мешок с миллиардом просто выпал из инкассаторской машины. Палаточный городок в Тишиневе во многом равняется на Украину. И у Украины и молдаване, что и там, что и здесь страдал только народ от власти предыдущей. Кардинальное отличие от украинского Майдана в том, что в Молдове и власти и протестующие связывают будущее страны с Евросоюзом. Правда, первая со щедрыми траншами МВФ, которые можно распилить, а вторая с демократическими ценностями. Оттуда идет демократия, оттуда идет закон, оттуда идет выполнение законодательств, не только на бумаге, а на самом деле Европа это наше будущее. А пока количество палаток на площади Национального Великого Собрания только увеличивается. На каждое название города, районного центра и поселка люди продолжают пребывать, ведь к этому часу известно, что правительство наотрез отказалось от переговоров с протестующими и, вероятно, готовит силовой сценарий разгона. Олег Рашетняк, Владлен Ноль, подробности недели из Кишинева. Ну и к этому часу стало известно не только то, что правительство не готово к переговорам, а вот поступило сообщение с пометкой срочно о том, что милиция получила разрешение стрелять по протестующим. Так ли это? Давайте узнаем прямо сейчас у нашего корреспондента, он в центре Кишинева. Олег, короткий вопрос. Во-первых, действительно ли полиция получила такой приказ, то, о чем пишут агентства, но, во-вторых, можно ли сказать, что, ну вот сегодня достаточно мирный день, но что события в Кишиневе могут пойти, ну, могут обостриться, что все может быть намного серьезнее, чем мы видим сейчас своими глазами. Да, Дмитрий, на первый взгляд все сейчас происходит довольно мирно и напоминает Майдан в его первые недели. Вот буквально сейчас стало известно по слухам, что полиция получила приказ стрелять, но демонстративный отказ правительства пойти навстречу протестующим действительно может закончиться вспышкой насилия. А та резолюция, которую приняли сегодня люди, не дает властям выбора, от них требует уйти в отставку, они цепляются за власть и, как здесь опасаются, могут решиться на крайние меры. студия. Олег, ну мы обо всем этом поговорим в следующем часе. Мы следим за событиями в Кишиневе, мы следим за том, что происходит в Европе, в центре Европы, где грандиозный конфликт с беженцами, который может и на нас с вами отразиться. Обо всем этом поговорим ровно через 10 минут после рекламы. Дождитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Кишиневе. 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 Продолжение следует... 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 На выход... Продолжение следует... 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 справа про нафтопродукты а курченко так відомо те что были связаны контрабандой и и намагалася тут же за новой влады и ризными теньевыми схемами были выведены зараз на них гпу наклало арешт печерский суд задовольнив апеляцийный суд а міста киева а звольнив от арешту а цена продукты мова йде про 700 тысяч тонн заголовно я вас правильно почув что проблема у судах проблема навіть не стільки в тому що там докази зібрати в тому що це гальмуються не на рівні судової влади так безпечно що це система дивиться що що вийшло з грошима пана пресежнюка так тобто я нагадую міністр гарної політики за часів януковича тобто я повпадало так слідчий суддя а вирішив що ці гроші треба повернути причем конфісковані а генеральна прокуратура не опротестувало це рішення крапка і виконуючий реально передав ці гроші конфісковані зрозуміло їхні походження і звідки вони якщо всі були держслужбовці навіть в даному випадку і мова йде про його зять який займав високий пост теж в системі уряду януковича так те сама відбувається з квартирами те сама відбувається зі всіма іншими рахунками до речі суддя підпали саме той суддя підпали який зняв арешта з рахунків арбузова якщо пригадуєте і саме проти цього судді порушили кримінальну справу вже минув півроку і не зрозуміло який хід слідства далі принаймні суддя далі судить а кримінальна справа зависла хоча докази вони мені здається абсолютно очевидні цю просто справу передається в суд так ті гроші назад повертаються для початку разом з тими маєтками і з тими офісними центрами які належали чекайте а як це все поламати ну я розумію що йде судове реформа що будуть суддів змінювати але ж це на довгий процес в першу чергу в першу чергу це треба міняти суддів а є що таке поняття на мої переконанні як політичний договорняк тому що не зрозуміло а що з вручною справою щодо єфремова а наприклад колесніков за євро-2012 так Hyundai там одні стадіони аерепорти от я зокрема депутат зі львова наприклад у львові було три кримінальних справи дуже серйозних порушено про величезні суми розкрадань на будівництво стадіон які до речі досі не введено в експлуатацію попри те що там грають у футболу проходять різні інші заходи тоді це розбувалося спеці з місцевою владою ці справи є але я так розумію що зараз ці справи очевидно варто комусь хтось вважає що їх не варто виймати а ми наполягаємо на тому що якщо гроші були вкрадені за це мають нести відповідальність якщо це колишній віцепремір будь ласка якщо це очільники чи міський голова які це робили разом якщо це так підтверджується теж будь ласка виймаєте і розслідуйте ці справи покажіть винен чи не винен а тоді питання де гроші головне питання де гроші і до всіх колишніх високопосадовців і до українських силовиків які їх мають повернути в мене коротке останнє запитання ви самі назвали ці цифри колись ми говорили тут він був в екрані у нас був прямий ефір з генпрокурором Махницьким на той час генпрокурором він говорив про всі всі вантажівки Януковича якими він гроші вивозив є хоч найменший шанс що ці гроші повернуться в Україну ну так само як колись ми сподівалися на гроші Лазаренка вони і досі заморожені на рахунках насправді вони нелегально вивозилися звідси так і безважно що по лінії Інтерпола можна спілкуватися на ці теми ну ви сьогодні Соркіна згадували так ці гроші вводилися по дуже простій схемі щодо рефінансування банків банки видавали не існуючі кредити так ці кредити ці кредити в вигляді передоплати і в того ж нацбанка замовлялася валюта вже виводилися за кордон на офшорні рахунки передоплата за якісь не існуючі послуги яких не було тобто не послуги перепрошую товари так і там вони вже сідали так от як тільки вони потрапляли туди вже вони таким чином відбувався процес відмивання цих грошей їх повернути дуже важко те що вивозилося наприклад готівкою то ну за кордоном особливо в європейських країнах чи країнах євросоюзу ми бачимо що і Швейцарії там десь і в Англії арештовують і рахунки там всем добре але якщо це в офшорних зонах то вважайте що ці гроші для України пропало це очевидно але хтось тут має за них понести відповідальність багато людей які вибирали участь в цих схемах вони лишилися більше того кілька хтось з них навіть займає зараз далі відповідні посади незважаючи на закон про ілюстрації в цьому є проблема правоохоронні органи і суди оце ГПУ суди МВС оці от три структури зараз треба кардинально зміняти в іншому випадку ми не отримаємо результати і ні грошей і ні посаджених чиновників ні колишнього режиму Януковаща ні вже новітніх корупціонерів тут скандалів теж достатньо дякую за розмову Дмитрий Добродомов був на студії секретарки парламентського комітету по борьбі з корупцією ну і ми должны змінити тему я обещав вам що ми поговоримо о ситуації з біженцями на самом деле та тема за которой весь мир не только Україна следить следить всю эту неделю кризис с біженцами в Європі под угрозою Шенген одна из самых главных ценностей единой Европы ну вот смотрите Германия ввела пограничный контроль на кордоне с Австрией это еще не разрушает Шенгенское соглашение но весь вопрос в том как долго сохраняться чрезвычайные меры и каким переменам они приведут ну и в немецкой и европейской политики вполне возможно что этот кризис вернет Европу старые границы наш корреспондент Светлана Чернецкая прямо сейчас в Венгрии Светлана и какова ситуация у вас как много беженцев сейчас в Венгрии потому что в прошлое воскресенье Леша Пшемыски работал мы видели его сюжет ну катастрофическая была ситуация штурмовали вокзалы штурмовали границу и подтверждается ли информация о том что венгерское правительство все таки будет стрелять всех кто начиная с начала будущей недели попытается пересечь их границу ну я начну с того что беженцы сейчас очень боятся что перекроют этот как его уже назвали большой восточный путь когда они могли через Венгрию добираться до более благополучных стран Европы этот маршрут для иракцев сирийцев и палестинцев по сути самый дешевый и до сегодняшнего дня был самый безопасный по оплате это как договоришься с перевозчиком ну а к примеру для семьи из троих человек весь путь в Европу мог стоить до 15 тысяч евро именно поэтому в Венгрии говорят что беженцы эти мигранты не политические а экономические потому что если бы они убегали из дому из-за войны то и селились бы в любой первой попавшейся стране и по одному единственному критерию где нет боевых действий в этой же Венгрии но нет мол они ищут сытой жизни в более престижных странах Европы ну и поэтому Венгрия и призывает все страны Европы отказаться платить эти огромные денежные пособия мигрантам чтобы опять же не звать их в Европу ну и не дожидаясь действий Евросоюза Венгрия решает изменить правила игры здесь действительно со вторника будут отлавливать всех кто нелегально пересекает границу Венгрии это по сути все беженцы вот именно поэтому здесь опасается что будут волнения в приграничных территориях особенно в лагерях для беженцев и неизвестно также как будет действовать армия действительно сейчас очень много военных на границе Венгрии и Сербии и они патрулируют с автоматами конечно же очень много слухов о том что им могут разрешить применять оружие я предлагаю вам посмотреть наш сюжет мы снимали не только в Будапеште самом но и также ездили на границу Венгрии и Сербии о том как встречает Европа мигрантов и готовы ли они что по ним могут открыть огонь смотрите дальше это поселение выросло буквально на глазах в паре километров отсюда сербская граница и люди переходят ее по шпалам поскольку их не могут закрыть забором с колючей проволокой вы видите поток мигрантов не прекращается невзирая на запугивание венгерских властей люди продолжают свой путь в Европу этот лагерь держится на плечах волонтеров они мигрантов встречают как родных кормят горячим обувают и отогревают ведь власти венгрии дали четко понять нелегалам не рады на официальном уровне им никто не пытается помочь людей становится все больше а нет врачей нет вещей первой необходимости мы собрали много обуви и носков то что им нужно после недель ходьбы горы мусора растут быстрее чем их успевает разгребать даже не пытайтесь представить себе запах царящий в лагере беженцы стараются здесь не задерживаться только несколько часов на отдых после тяжелого перехода каждому известно закрывать глаза на происходящее полиция будет только до вторника а с 15 числа каждого кто перешел границу неофициально поймают и арестуют возможно даже отправят назад поймите мы убегаем от смерти царящей у нас на родине смерть преследует нас каждый день нашего пути и неужели вы думаете что нас могут остановить любые угрозы эта семья сирийцев счастлива что в полном составе добралась сюда они слышали что правительство угрожало стрелять по мигрантам на ломаном английском объясняют им страшно но дороги назад попросту нет дома война здесь тоже запугивают войной мы надеемся добраться до германии там нас уважают и даже под угрозой агрессии полиции мигранты продолжают нелегально скитаться по стране их цель не попасть под регистрацию иначе в какую бы страну они не добрались под печатком пальцев их опознают и вернут обратно в венгрию и тогда прощайте мечты о богатой и щедрой жизни в ЕС то тут то там беженцы появляются из ниоткуда исчезают в никуда в поисках затерянных тропинок ведущих дальше по европе бабушка илона живет почти на границе говорит с июля мигрантов становится все больше и хотя пока никаких неприятностей с ними не возникало она напугана содрогается от каждого шороха во дворе боюсь оставлять ворота открытыми очень страшно их много и они повсюду я же не знаю чего можно ожидать от этих обездоленных людей хочется чтобы власти поскорее решили эту проблему у венгрии большие надежды на этот забор его строят с утра до ночи до работ даже заключенных тюрем подключили хотят опередить сроки уже концу месяца плотно закрыть границу сербией это 175 километров предыдущая града эта колючая проволока слева не оправдала себя мигранты легко пролазили под ней новый забор высотой три с половиной метра вот что остановит людской поток уверены венгерские чиновники правда эти кадры подтверждают что желание мигрантов попасть в ес намного сильнее любых преград этот участок навехонького забора только отстроили но сирийкам удалось проделать в нем дырку и просочиться в ес правда место выбрали неудачно и попали прямо в руки полиции власти страны не реагирует на критику со стороны ес мол строить забор не демократично венгры продолжают шаг за шагом укреплять границу им говорят привлекать армию против беженцев это перебор они продолжают свозить военных в приграничные территории единственное чего вроде пока отказались стрелять по нелегалам правда вторник может стать переломным днем здесь огласят кризисное состояние и на что пойдут в борьбе с мигрантами можно только догадываться венгерскую полицию так уже считают самой жестокой к беженцам я видел венгерскую полицию на ютьюбе они ужасно ведут себя с мигрантами в сирии мы все до смерти боимся террористов и гила а здесь ужас вызывает полиция нас никто не остановил ни в македонии ни в сербии полиция не обращала внимание на нас там говорили идите куда вам надо так почему в венгрии нас останавливают и не дают нам продолжить свой путь это одни из последних счастливчиков они садятся в поезда которые едут в германию и австрию на будапештском вокзале давка и спешка люди торопятся покинуть венгрию до часа ч мы должны вывести их из венгрии как можно скорее до 15 числа до того как в ситуацию вмешается армия делаем все возможное а в это время под стенами вокзала заканчивается концерт добро пожаловать беженцы гласит надпись на сцене среди зрителей больше сочувствующих чем самих мигрантов у которых нет времени на развлечения люди венгрии молодцы в отличие от нашей власти нам стыдно за то что говорит и делает правительство поэтому мы приходим сюда и сами помогаем беженцам я часто бываю здесь и уверяю вас это миф что мигранты плохие они никого не трогают ни одного случая кражи или еще чего просто надо понять что у них сложная жизненная ситуация кроме официальной венгрии категорически отказывается понимать мигрантов чехия словакия польша и румыния там не собираются выполнять вот евросоюза по приему беженцев да и само распределение выглядит мягко говоря странно еврокомиссия обязала страны принять сто двадцать тысяч людей но вот незадача в одной только венгрии с начала года приняли сто семьдесят шесть тысяч а германия ожидает еще как минимум восемьсот тысяч в последующие несколько месяцев как-то цифры не сходятся и совсем скоро эту странную арифметику ощутят на себе мигранты уже очевидно что кризис не разрешится в ближайшие месяцы светлана чернецкая владимир дедов подробности недели телеканал интер из венгрии о проблеме беженцев о том как она может сказаться на украине и о том как украинские реформы оценивают брюсселе я говорил на днях с европейским комиссаром юганасом ханом наш разговор состоялся в киеве господин хан прибыл на форум ялтинской европейской стратегии и вот какие ответы я получил из первых уст наш собеседник еврокомиссар юганас хан ему 57 последние пять лет занимают ключевые посты в еврокомиссии при борозу был комиссаром по региональной политике сейчас еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедству крепкая семья сыну 27 лет в молодости вместе с родными юганас хан прошел одно из главных испытаний в жизни справившись с онкологическим заболеванием люди которые хорошо его знают рассказывают что еврокомиссар очень чувствителен тщательно взвешивает каждое слово прекрасно образован в университете вены получил степень доктора философии родился и вырос в столице австрии страны которая теперь наряду с германией и примет на себя основной груз проблем связанных с беженцами одна из самых обсуждаемых тем этой неделе которая далеко не только для украины важна масштабный кризис с беженцами а что сейчас происходит каков ваш ответ на этот вызов в первую очередь мы сталкиваемся с тем что все больше беженцев прибывают в европейский союз в основном из сирии это люди которые спасаются от боевых действий и мы просто обязаны предоставить убежище тем из них кто действительно бежит от войны насколько я понимаю вы говорите о плане евросоюза когда беженцев расселят в странах ес и они будут в безопасности расскажите больше деталей и вот главный вопрос интересующий украинцев польша накануне заявила что готова поддержать этот план а может ли украина стать его частью прежде всего это масштабная проблема в мире 60 миллионов беженцев больше чем когда бы то ни было в истории человечества больше чем было после второй мировой 20 миллионов из них на границах европы и это серьезный вызов если даже часть из них попробует попасть на территорию ес и мы можем справиться с этой проблемой только солидарно то есть разделить эту ответственность должны все 28 стран евросоюза а если другие государства согласятся принять беженцев мы будем более чем счастливы это будет знак солидарности готовности помочь найти решение и справиться с проблемой откровенно говоря многие здесь в украине я об обычных людях говорю взволнованы что из-за кризиса с беженцами двери в ес для нашей страны теперь будут закрыты мол так или иначе изменится миграционная политика евросоюза а это и на нас кажется как вы это прокомментируете если основания для таких опасений я хочу заверить украинцев что нет никакой взаимосвязи мы сосредоточены на событиях в украине стараемся помочь наладить и экономику и жизнь в вашей стране а еще помочь активнее продвигаться в сторону европейского союза я вас правильно понял что вообще нет никакой связи между миграционным кризисом в европе и движением нашей страны в ес конечно же мы должны разделять эти вещи это два очень разных вопроса мы должны справиться с чрезвычайной ситуации но в случае с украиной говорим о перспективах но вот коль речь как раз зашла о перспективах вы довольно оптимистично говорили о будущем украины выступая здесь в киеве а какие сейчас главные вызовы для моей страны этой осенью политики должны сфокусироваться на борьбе с коррупцией конституционной реформе децентрализации реформе госуправления но я не говорю никаких дедлайнах просто отмечаю что сейчас именно на этом нужно сосредоточиться но ведь многие политики в европе и в америке говорят что мы продвигаемся недостаточно быстро каковы ваши личные ощущения чего ожидают в ес от украины от наших реформ в отличие от многих других я доволен тем как вы продвигаетесь конечно всегда можно сделать больше но достаточно сравнить где украина была два с половиной года назад и где она сейчас проведено множество реформ и правительство и парламент это делают но главный акцент должен быть на борьбе с коррупцией она нужна и чтобы ситуацию внутри страны исправить и чтобы имидж украины в мире изменить среди иностранных инвесторов если это будет сделано множество возможностей откроется и для страны и для ее жителей то есть борьба с коррупцией как задача номер один для страны конечно понятно спасибо большое что нашли время спасибо за это интервью ну если посмотреть новости что украинские что новости европейских телеканалов то большинство журналистов все-таки сочувствуют беженцам но вот мы с вами сюжет светлана чернецкая посмотрела там тоже много людей говорят что сочувствуют помогают мол люди скрываются от войны бегут из собственного дома все бросив вот только правда как всегда далеко не столь однозначно мы разыскали девушку которая на днях ехала в поезде из будапешта в вену в том самом составе который штурмовали беженцы чтобы попасть из транзитной венгрии в благополучную африку том самом составе который был во многих европейских новостях все происходило у нее на глазах и вот не зная на арабского может быть впечатления были бы другими но случилось так что наша собеседница аида боливар понимала все что говорили у нее за спиной и вот что она услышала я пять лет прожила на территории арабских стран я вольно владею арабской мовы на память знаю коран и тому удивлять меня че звенуватить у якомусь негативному отношению до представників інших наций та релігий просто было неможливо я прибула до Будапешта с намером відвідати Відень прибавши до вокзала келетти я побачила неймовірное величезную купу людей арабской зовнишности абсолютно брудных немитых голосливых которые нам не могли надать мне навіть змоги протиснутися до входу в будивлю они выкрикували ризноманитные образливые фразы они намагалися выбирать в меня волизу я как я уже сказала владею вільно арабскую розуміла про все що говорится пока я очікувала свій потяг я побачила що відбувається власне на вокзалі люди не соромлюючись справляють свою просто біологічну потребу жінки кричать і їх бьют бьют свої ж не б'є поліція вона взагалі до них не дркається кричать діти величезні купи сміття не володіють жодною європейською мовою вони голосують вони кричать і все що вони намагаються зробити на той момент це просто видрунути валізу у мимо проходячої люди не викрикнути якусь образливу фразу 90 відсотків цих людей це хлопці від 18 до 45 років абсолютно здорові мужчины які потім беруть цих чужих дітей на руки і прикриваючись іми пробиваються пробиваються до потягу в мій особисто вогон зайшли 5 людей з квитками ми спокійно розсілися потяг бул абсолютно пустий за личені хвилини сталося щось неймовірне почалися крики бити скло надзвичайна якась ситуація як хмара просто насунулась купа людей там були конфлікти сварки і дуже неприємні речі піком ситуації стало те коли заспокоювшись вони почали думати а чи взагалі не варто чи нас пограбувати бо це ж взагалі богоугодна справа Аллаха і ми ж невірні і апмо а мене може взагалі варто було згалтувати тому що я одягнена не як порядна жінка тобто немає на голові хаджаба або акаба тобто я не є мусульманка і загалом я вже є через це погано потяг зупинився нам повідомили через радіо потягу англійською та німецькою мовою про те що потяг далі не піде я і четверо людей про які я казала які мали квітки почали пробиватися через знатоп мігрантів вони на початку вирішували нас не пропускати і говорили про те чи може нас варто поміняти чи може нас варто зупинити вокзал був повністю окупований цих мігрантів стало ще більше і вони вже були із харчами хліб яблука різноманітне печиво валялося просто попили вулицю вони по ньому тавталися вони викрикували тільки одну фразу мані тобто дайте гроші хапали намагалися здернути якісь коштовності вихопували валізи з рук не пропускали штовхали і ображали і всі хто їдуть вони хочуть тільки отримувати допомогу від Європи не абсолютно ніхто не має жодної професії і ніхто не хоче нічим займатися крім ненависті крім абсолютно недоброзичливості немає до цих до європейців у цих людей нічого то чому доводивуватися ситуація яка сталася з шарліп до в потягі на Амстердам декілька тижнів тому це ж ті самі ті самі люди яких Європа прихистила ісходя із позиції толерантності тому перед тим як захищати цих людей я просто всім раджу вивчити арабську мову і зрозуміти і побачити що вони говорять коли начебто вони вам посміхаються а після того сплювують у вас за спиною бо я це бачила на власні очі ну вот такое мнение ну а правда как обычно находится посередине идем далее встреча ялтинской европейской стратегии прошла на этой неделе в Києве ну наверняка вы следили за новостями оттуда новостями в информационных выпусках разных телеканалов Виктор Пинчук традиционно приглашает в Киев сильных мира сего и вот в этом году список гостей тоже был очень представительным о чем говорили о чем спорили там на встрече ЕС об этом Оксана Григорьева три дня непрерывных дискуссий острых оценок и заявлений мировой политический бомон съехался в Киев на саммит ялтинской европейской стратегии здесь американские европейские политики дипломаты эксперты и журналисты а еще первые лица Украины тем для разговора более чем достаточно но главное как происходящее в Украине влияет на весь мир дадут ли Киеву оружие из-за океана чем поможет НАТО и какова позиция Европы в конфликте с Россией ответы на практически все вопросы так или иначе прозвучат если сравнивать нынешнее положение дел с тем что мы наблюдали полтора года назад даже год конечно сделано то во что раньше невозможно было поверить что касается темпа реформ могу сказать это весьма впечатляет конечно еще многое предстоит сделать но мы настроены оптимистично конфликт на Донбассе российская агрессия и то что Минска 2016 не будет говорит президент Петр Порошенко убежден о мире надо договариваться уже в нынешнем году и эту задачу ставит переговорщику Леониду Кучме сейчас самое время обсудить возможность разворачивания операций на Донбассе для поддержки должного выполнения минских соглашений это поможет достичь двух ключевых моментов для возобновления мира в Донецкой и Луганской областях полный отвод всех российских наемников и вооружение а также возобновление контроля над российско-украинской границей первые самые главные пункты мир на территории Украины он не выполнен я имею ввиду прекращение стрельбы отвод всех видов тяжелого вооружения если это не сделано то говорить о последующих каких-то позитивных шагах я думаю не стоит европейцы говорят традиционно о поддержке а еще о неком плане б чтобы подстраховать Украину должно быть мощное противотанковое вооружение где-то в непосредственной близости от Украины скажем в Румынии или Польше и это будет решительным сигналом если пророссийские силы зайдут вглубь страны то это вооружение должно быть предоставлено Украине очень быстро в течение нескольких часов вот что нужно чтобы Путин понял вместо того чтобы стараться понять чего хочет Россия мы должны понять чего хотим мы исследовать этой стратегии нам нужна демократическая и мирная Украина краткосрочная перспектива это минские договоренности но поставлять оружие о чем просит Украина Америка очевидно не спешит четкого решения нет в зале один из ключевых дипломатов Виктория Нуланд но из ее ответов пока непонятно когда это произойдет а вот деньгами помогать готовы мы продолжаем оказывать военную помощь это 244 миллиона мы сделали больше чем другие страны и следим за тем что нужно вашей стране говорят на саммите и об экономике и о реформах наше правительство принимает непопулярные но необходимые решения для будущего страны например в энергетике социальной бюджетной сферах в разработке новой налоговой полиции новой украинской армии в борьбе с коррупцией мы понимаем что сделали немало но нужно сделать еще больше украинские парламентарии на ялтинском форуме дискутируют о децентрализации и местных выборах найдутся ли 300 голосов для изменений в конституцию до сих пор вопрос но то что власть на места нужно отдавать уверены и спикер и оппозиция те изменения в конституции которые на 99% я это подкрыслю говорят про местное самовредование в Украине и гарантию управления конституционные гарантии и на 1% что до особенностей местного самовредования в некоторых районах Донецкой и Луганской области что очевидно для регулирования ситуации на Донбассе это тот шаг который позволит Украине стать настоящей европейской демократической страной Безумовно мы поддерживаем вопрос децентрализации но мы не поддерживаем вопрос децентрализации в том виде в котором оно выкладано в законе который был предложен в парламенте почему? потому что он начинается с статьи в которой написано что выполняющую владу в районах, областях, Киеве и Севастополе действуют префекты а префекты призначаются за поданием кабинета министров президентом Украины и на заседаниях и в кулуарах обсуждают местные выборы оппозиционеры жалуются что в Харькове партию не зарегистрировали вспоминают заявление мониторингового комитета парламентской ассамблеи Совета Европы оно как раз в дни Киевского саммита появилось что происходящее противоречит демократическим принципам и призывает украинскую власть оперативно все исправить а еще оппозиционеры предлагают закрепить в конституции не только децентрализацию но и минские соглашения как единственный рецепт сохранения мира в Украине сегодня большинство участников ЕС разъехались вернулись кто в Брюссель, кто в Вашингтон и в мировых столицах теперь гораздо больше понимают что на самом деле происходит в Украине с какими проблемами она сталкивается как при этом можно помочь Оксана Григорьева, Алексей Шматов и Владимир Самченков подробности недели телеканал Интер ну вот такими были события этих 7 дней и дня сегодняшнего спасибо большое что смотрите спасибо что доверяетесь встретимся ровно через неделю спасибо за субтитры Алексею Дубровскому спасибо за субтитры Алексею Дубровскому спасибо за просмотр! спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...